Мы подводим итоги года на телеканале Татарстан 24. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. Уходящий 2020 запомнится как год вызовов и испытаний, как год нестандартных решений задач в самых разных сферах жизни. В условиях пандемии в республику привлекали инвестиции, перекраивали бюджет и меняли работу системы здравоохранения. Все для нас это было неожиданно. Вы представляете, не было масок, не было костюмов специальных, не было средств для того, чтобы дезактивацию делать, не хватало оборудования, не было лекарств, не было регламентов, как людей лечить. Все это было методом проб и ошибок. И самое главное, сегодня вся эта система уже реализована. Тем не менее, ковид никуда не ушел, он вместе с нами, но мы научились в этой ситуации работать. Первые заболевшие, ковид-19, были доставлены в Казань 23 февраля с японского лайнера Diamond Princess. У трех из восьми человек был диагностирован коронавирус. Заболевание прошло в легкой форме. Тогда глава Роспотребнадзора, лично встретявшая борт в аэропорту, сказала, Татарстан, Казань демонстрируют высокую оперативную готовность к данной ситуации. Первый случай заболевания в Татарстане был выявлен 17 марта. 25 марта в стране начались нерабочие недели. На улицу в республике выходили только по специальному цифровому пропуску. В детских садах работали дежурные группы. При этом, если ребенок оставался дома, такие дни можно было не оплачивать. В школах республики в апреле началось дистанционное обучение. Как проходят уроки в сети, президент проверял лично. Подключался во время уроков в ряде городов, чтобы на месте решать возникающие вопросы. Школьников из многодетных семей оперативно обеспечили планшетами, чтобы все дети могли получать знания. Я думаю, что мы повзрослели. Может, вообще изменились? Знаете, вот здесь я не склонна соглашаться со многими коллегами, которые говорят, что постпандемийный мир будет совсем другой, постпандемийный человек будет совсем другим. Нет. Кризис, пандемия выявили только болевые точки, в которые можно бить. Но одновременно люди узнали, где их болевые точки и что им стоит защищать. И поэтому, насколько он был плохой, да, финансово, может быть, у кого-то он был плохой. Наверное, у достаточно большого количества населения этот год был финансово плохой. С другой стороны, многие семьи, как говорят нам, за рубежом распадаются. В Китае большое количество разводов, как нам говорит статистика. В Европе большое количество разводов. По статистике в Российской Федерации, в Татарстане нет такого наплыва разводов. Почему? Потому что, как показывает опять та же самая статистика, у нас люди на протяжении многих лет, по большей части, доверяют себе лично и своей семье. То есть пандемия людей сплачивает, семьи сплачивает. Разве это плохо? Знаете, очень часто в качестве плохого называют только экономический сегмент. Он, мне кажется, самый ощутимый. Он самый ощутимый. И это показывают и наши исследования, которые мы проводим ежеквартально, да, и каждый год. И каждый раз любой процесс негативный, который есть у людей, он экономический. Причем это и в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом. А каждую весну у нас татарстанцы вспоминают, что у нас дороги плохие в Татарстане. Это да. Поэтому, когда мы пытаемся вспомнить что-то плохое, мы всегда говорим о том, что у нас в кошельке попустило. Но все поздается в сравнении. Когда пытаются вспомнить что-то хорошее, вспомните, что в этом году мы научились общаться внутри семьи. В этом году у нас дети повзрослели. Дети начали общаться по-другому с учителями. Учителя познали, что такое десант, понимаете? То есть все же познается в сравнении. Преподаватели тоже познали, что такое читать лекции черному экрану, а не аудитории студентов, которые сидят в лекционном зале. Разве это плохо? Весной неравнодушные татарстанцы создают движение «Помощь рядом». 60 тысяч волонтеров, благотворители, НКО, крупные предприятия, малый бизнес и сотни рядовых жителей республики объединились, чтобы поддержать всех, кто оказался в сложной ситуации. Благотворительный фонд с одноименным названием смог раздать 227 тысяч в продуктовых наборах семьям со всего Татарстана. Чтобы смягчить удар от последствий пандемии, на российском уровне принимается целый комплекс мер поддержки семьи с детьми. В частности, минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличили почти в два раза для неработающих. Всем семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В августе в Казани торжественно открыли построенные за 100 дней второй корпус инфекционной больницы. Четырехэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 232 койки. А при возникновении особо опасных инфекций здесь смогут разместить и 500 коек. Пандемия в этом смысле показала наши слабые места. И то, что сейчас мы видим, это сплав технологии, оптимизация соответствующих рабочих процессов. Это в том числе и информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, что это в этом смысле стоит, конечно же, делать примером. Татарстанская школа, она всегда славилась медицинская. Действительно, у нас инфекционная школа была хорошая. Единственное, что, конечно же, мы, да и как и вся страна, не были готовы к этому. И, конечно, у нас не было такого количества инфекционистов, такого количества людей, которые понимали, как лечить инфекционные заболевания и так далее. Но могу отметить, что и Министерство здравоохранения Республики Татарстана и вообще правительство в целом. Очень быстро перестроились. Очень быстро была налажена переподготовка врачей под людей, которые лечат именно ковид. Очень быстро наладилась работа с Министерством здравоохранения Российской Федерации с точки зрения определения стандартов. По каким стандартам лечить? Какими препаратами? Ну и так далее. Ну и могу сказать, что и правительство Республики сделало очень много для того, чтобы вкладывались определенные средства, для того, чтобы закупить, скажем, новые аппараты ИВЛ, для того, чтобы купить новые скорые медицинские помощи. Ну и мы знаем с вами, за 100 дней построена новая инфекционная больница. Такого примера нет ни в одной, не то что регионе страны, да, ни в одной стране мира вот такую стационарную, серьезную клинику, чтобы построить за 100 дней. Это действительно очень серьезное достижение. В конце года в Татарстане пациенты с ковид-19 или подозрением на коронавирус начали получать бесплатные лекарства. Также стартовала вакцинация от ковид-19. Для вирусов с разным редуктивным числом, это то есть показатель, который говорит о том, сколько заразит один больной людей следующего поколения зараженных, зависит от того, какую часть популяции мы должны вакцинировать. Соответственно, для коронавируса это где-то 60-70% должно быть вакцинированных популяций. И вот как только мы этих показателей достигнем, причем мы должны их достичь достаточно короткий срок, хотя мы надеемся, что два года будет действовать в иммунитет против коронавируса, на самом деле это еще никто не знает. Мы можем лишь четко говорить, предполагать, мы можем четко говорить лишь о тех примерно 90 дней, которые существуют сейчас клинические испытания третьей фазы. Но вот если мы за какой-то короткий срок привьем примерно 60-70% населения доступному вирусу, то мы возьмем инфекцию под контроль и, соответственно, сможем от ограничений избавиться. 1 сентября в Казани и Лабуге распахнули двери полилингвальные комплексы. Реализация уникального для России образовательного проекта началась год назад по инициативе Ментимера Шаймиева. К 2024 году в Татарстане должно заработать 6 таких центров. Примерно 400 поправок. Среди них право президента вновь баллотироваться и приоритет российского законодательства перед международным минувшим летом более 2 миллионов татарстанцев приняли участие в голосовании по поправкам Конституции. Явка по республике составила почти 80%. В сентябре в Татарстане прошли выборы президента республики, местных депутатов, а также довыборы в Госдуму и Госсовет Татарстана. На выборах президента, как и ожидалось, убедительную победу одержал Рустам Миниханов. За него отдали свои голоса более 80% избирателей. В этом году мы отметили 100-летие ТАССР. На торжественном заседании в Госсовете республики депутаты отметили, что декрет об автономии ТАССР, подписанный 27 мая 1920 года, заложил основы сегодняшнего развития Татарстана. В честь юбилея в России была выпущена почтовая марка. На ней изображены герб, национальный орнамент, достопримечательности Татарстана и его достижения в сельском хозяйстве и промышленности. Телеканал «Татарстан-24» к юбилею республики подготовил целый ряд масштабных проектов. В частности, мы рассказывали историю, вспоминали интересные факты и знаковые события. К обсуждению подключались эксперты, проходили телемосты с участием жителей Татарстана. В своей поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что сегодня Татарстан один из лидеров среди регионов страны. О развитии республики президент России говорил и в рамках встречи с членами общественной палаты. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, мы сегодня отмечаем в Казани столетие со дня основания Татарской ССР. Поздравляю всех татарстанцев. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Казань развивается очень бурными темпами и демонстрирует всей стране качество административной работы хорошей, высокого уровня и результаты показывает хорошие. Это совершенно очевидно. Я помню, Казань в начале 2000-х годов вместе еще с первым президентом Татарстана приезжали, смотрели на домишки убогие, в которых люди жили, и строили планы по развитию города. И надо отдать должное руководству Татарстана. Очень многое. Наверное, не все, но очень многое получилось. В августе в деревне Аняково Ктанышского района торжественно открыли бюст первому президенту Татарстана Ментимеру Шаймиеву. Согласно указу президента России, в случае присвоения лицу звания Героя Труда на его родине устанавливается бронзовый бюст. Мы открываем бюст нашему выдающемуся земляку Ментимеру Шаймиеву, первому президенту Республики Татарстан, Герою Труда Российской Федерации, полному кавалеру Ордена за заслуги перед Отечеством. Примещательно, что открытие бюста проходит год столетия образования Татарской АССР. Это одна из судьбоносных вех в истории Татарского и всего многонационального народа Республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. Немало славных страниц в нее вписал наш уважаемый Ментимер Шарипович. Именно первый президент Республики обозначены ключевые точки роста экономики и заложен мощный фундамент для дальнейшего развития Татарстана. Самое важное, за все эти времена Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед. Как правильно говорят в народе харакат-табаракат, хочу отметить, что все проекты и программы, которые инициировал первый президент Татарстана, нацелены на потребности татарстанцев. Достаточно вспомнить такие программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам мы были первыми в Российской Федерации. Сегодня Ментимер Шарипович продолжает свою работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения. Открытие бюста Ментимер Шариповича Аймиева не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику. Данное событие несет значимую идеологическую составляющую. Жизненный путь Ментимер Шариповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение настоящих патриотов. Ментимер Шарипович пробудил в татарстанцах настоящее чувство гражданской ответственности за судьбы нашего исторического и культурного наследия. Его проекты по возрождению Булгара и Свяшска поддержали не только жители республики, но и меценаты нашей необъятной страны и зарубежья. Мусульманская Ума благодарна Ментимер Шариповича за создание Болгарской Исламской Академии, а православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора казанской иконы Божьей Матери. Активная деятельность Ментимер Шариповича признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО. Не случайно он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Ментимер Шарипович – это наш учитель, это наш наставник. Все мы, вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Ментимер Шариповича. И мы ему искренне благодарны. Большое имя Ментимер Шариповича признавал. Бигзу рахмад, зоак, еллар, и сянек, савлак, талим, сезга. 75-летие победы в Великой Отечественной войне многие отметили дома. В праздничную программу свои коррективы внесла пандемия. В Татарстане проживают более 30 тысяч участников тех сражений. В республике реализуется сразу несколько программ их поддержки. Телеканал «Татарстан-24» к праздничной дате подготовил целый цикл документальных и тематических программ о вкладе Татарстана в победу над фашистской Германией. А 24 июня, в день 75-летия парада победы на Красной площади, несмотря на эпидемиологическую обстановку и отмену парада в 16 городах России, республика провела торжественное мероприятие с соблюдением всех санитарных правил. Уходящий 2020-й принес и потери. В феврале не стала Айрата Хайрулина. Депутат Госдумы погиб в результате жесткой посадки вертолета Белл-407 под Казанью. В марте в Казани скоропостижно скончался экс-директор ТАЦ «Пиртпрома» Эрик Минахметов. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На 71-м году жизни скончался экс-прокурор Татарстана Кафель Амиров. Не стало известного телеведущего, заслуженного артиста республики, золотого голоса Татарстана, Эльфата Абдрахманова, обострилось хроническое заболевание – астма. Прощалась Казань в октябре и с известным журналистом Рашидом Ахметовым. Издатель и главный редактор газеты «Звезда по Волжье» скончался в реанимации 7-й городской клинической больницы. У него была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Жертвой коронавируса стал и митрополит казанский и татарстанский Феофан. Отпевание прошло в Благовещенском храме Казанского Кремля. Похоронили владыку рядом с храмом в честь Казанской иконы Божьей Матери, воссозданием которого он занимался в последние годы. Новым митрополитом казанским и татарстанским в декабре был назначен владыка Кирилл, возглавлявший митрополию в Екатеринбурге. Сколько людей ушло, мы несем сегодня даже ответственность за тех, кто ушел вот так вот преждевременно. Сегодня я бы вспомнил бы и владыку Феофана прежде всего, что человек очень такой неординарный, очень яркий, очень масштабная личность владыка Феофана. Ценили, тоже ведь, наверное, принимали как само собой разумеющееся. И вот люди ушли, а мы сегодня остаемся, значит, Господь дает нам жизнь для чего-то, раздал, значит, мы должны радоваться этому, Бога благодарить, ну и что-то оставлять после себя какое-то, что-то доброе и хорошее, и светлое, и радостное, а не только что-нибудь, то, о чем не хочется вспоминать. Год начался с представления Мишустиным нового состава правительства, самым знаковым для Татарстана стало назначение вице-премьером и экс-главы Минстроя Республики Марата Хуснулина. Действующий глава отрасли Эрик Файзулин также отправился в Москву. Он был назначен первым замминистра строительства и ЖКХ России. В феврале стало известно, кто займет кресло руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану. На эту должность был назначен Валерий Липский, теперь уже экс-заместитель главы СК по Башкортостану. В марте президент России Владимир Путин назначил нового начальника Татарстанского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Им стал полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев. Ранее он занимал должность первого заместителя и временно исполнял обязанности руководителя службы. Сменился руководитель и на Нижнекамскнефтехимии, его выбрали на совете директоров предприятий. Им стал Айрат Сафин, возглавлявший завод этилена Казань-Ургсинтеза. Менялись в Татарстане и министры. В феврале Минэкономики возглавил Медхад Шаги Ахметов, который ранее занимал должность председателя Центризбиркома Татарстана. Бывший глава Минэкономики Татарстана назначен уполномоченным по правам предпринимателей при президенте республики. Сменился руководитель и в Миноборнауке республики. Эксминистр назначен ректором Павловской академии физической культуры, спорта и туризма. Министерство возглавил Эльсур Хадиуллин. Ранее он занимал пост заместителя руководителя ведомства. Также в октябре еще несколько ключевых министерств обрели своих новых руководителей. Эксдиректор ГИСУ и глава фонда жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин назначен министром строительства, архитектуры и ЖКХ. Предыдущий руководитель Минстроя Фарид Ханифов назначен министром транспорта и дорожного хозяйства республики. На прежней своей должности Ханифов провел совсем немного времени, чуть больше 8 месяцев. Его назначили в конце января. Ленар Сафин, который возглавлял Минтранс Татарстана 10 лет, стал сенатором от республики в Совете Федерации. Богатым на события оказался 2020 и для нашего телеканала. В январе президент Татарстана наградил лучших работников республики. В их числе оказались и наши сотрудники. Исполнительный директор Татарстан-24 Алексей Усанов и технический директор телеканала Эфир Дмитрий Хренов. Им объявлена благодарность за слаженную и качественную работу во время перехода на цифру. А также бесперебойное освещение самых важных событий, происходящих в Татарстане. Было закуплено очень дорогое оборудование телевизионное для того, чтобы региональное телевидение перешло не только в цифровую среду, но еще и в формат высокой четкости. Тем самым абоненты могут смотреть региональное телевидение в хорошем качестве. Нигде такого больше в России нет. На канале достаточно много информационных аналитических программ. И все они нацелены на то, чтобы у зрителей, у жителей Татарстана сложилась наиболее полная картина той информационной среды, которая нас окружает. Те события, которые связаны и с руководством нашей республики, и с нововведениями, которые происходят в Татарстане. В мае, в день татарстанской печати, телекомпанию «Татарстан-24» посетил Рустам Миниханов. Глава республики ознакомился с работой современного телевидения. Президент увидел оснащение обновленной телестудии, проверил оборудование и аппаратную, заглянул в редакцию службы новостей. Рустаму Миниханову рассказали, что круглосуточно телеканал охватывает более полутора миллионов человек по всей республике. На «Татарстан-24» выпускаются новости из самых разных уголков и районов. Я думаю, что это один из лучших каналов нашей страны. Я смотрю некоторые наши федеральные каналы, я бы не смотрел их и расстраиваюсь. Наш канал, он самый лучший. В конкурсе на право использования 22-й кнопки в сетке вещания кабельного телевидения победила телекомпания «Эфир». По федеральному законодательству место на 22-м канале любого оператора кабельного телевидения на бесплатной основе отдается именно для муниципального вещания. При этом канал, вещающий под номером 22, должен соответствовать строгим требованиям. Не менее 20% контента должно носить местный характер, быть связанным с повесткой конкретного города. Еще 75% видеоконтента должно быть национальным. Фильмы и сериалы, созданные отечественными компаниями. Телеканал «Эфир» стал обязательным общедоступным телеканалом в городе Казань. И если раньше в кабельных сетях наш канал можно было найти на разных кнопках на 21-й, 23-й, 25-й, то теперь мы займем во всех кабельных сетях 22-ю кнопку. И это, наверное, очень закономерно, потому что изначально «Эфир» создавался как канал именно городских новостей. Это были наиболее заметные события года. По версии редакции телеканала «Татарстан-24» пусть новый 2021 год принесет только хорошие новости и позитивные перемены. До встречи!